Депортация года. Из США в Германию экстрадировали Якова Палия, 95-летнего мужчину, который родился в селе Пядике, тогда это была территория Польши, а сейчас Украина, обвиняют в сотрудничестве с нацистами. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Апрель прошлого года возле дома Якова Палия в Нью-Йорке протестуют учащиеся местной еврейской школы. Они требуют выслать из страны мужчину, которого обвиняют в сотрудничестве с нацистами. Он спокойно живет в своем доме, может спокойно ходить по улицам. Решение о его депортации принято, но он по-прежнему здесь. Ни одна страна его не берет. Это торжество несправедливости. Американского гражданства Палия лишили еще в 2003 году. Тогда у властей США появилась информация о его сотрудничестве с нацистами. Якобы эмигрировавший после Второй мировой в Соединенные Штаты Палий во время войны, нес службу в нацистском концлагере Травники на территории оккупированной Польши и мог быть причастен к массовому убийству заключенных. Сам Палий в редких интервью все обвинения опровергал. Он утверждал, что его заставили служить нацистам и поручили охранять территорию возле лагеря, дороги и мосты. Депортировать Палия американские власти пытались 14 лет, так что сегодня высылку комментировали и в официальном Вашингтоне, и в Берлине. Белый дом распространил сообщение для прессы. В нем говорится, администрация Дональда Трампа послала мощный сигнал, что пособники преступлений нацистов не найдут прибежища на американской земле. От Германии высказался министр иностранных дел Хайка Масс, назвал депортацию моральной ответственностью немецкого народа перед жертвами Холокоста. Что ждет Палия в Германии, пока вопрос немецкие юристы ранее не раз заявляли. У них недостаточно улик, чтобы предъявить Палию обвинения и начать против него судебный процесс. Пока что мужчину доставили в дом престарелых возле города Мюнстер, где он, скорее всего, и проведет ближайшее время. Татьяна Луганова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.